Друзья, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Рад вас видеть на вводном технико-экономическом вебинаре фактически традиционный наш по средам вебинар с Сергеем Анатольевичем. И мы всегда агитируем за этот замечательный инструмент, действительно используйте его по полной, потому что на вводном технико-экономическом вебинаре, независимо от того, сколько присутствует людей, мы стараемся максимально улучшать доведение информации и, соответственно, быстро относительно, то есть чуть более чем за 45 минут. И также понятно в первую очередь, емко, лаконично и в первую очередь также доходчиво доносим информацию о первичных стадиях хождения, так скажем, в проект SkyWay для новичка, потому что многие люди только начинают свой путь и многие люди задают вопрос, почему, допустим, я сейчас хожу в этот проект и, собственно, я не имею тех условий, которые имели те, кто входил в проект ранее. И на самом деле, дорогие друзья, действительно, наш проект уже развивается фактически с помощью краудинвестинга, с помощью народного финансирования, ну, фактически уже более двух лет. И я думаю, что мы скоро и рубежи трех лет преодолеем. И самое важное, понимать и ощущать, что те, кто приходили на проект, когда еще ничего не было, естественно, венчурная премия за их риск, она полагается по праву абсолютно, более существенная. И, соответственно, то время действительно уже не вернуть. И меня на самом деле удивляют такие вот вопросы, фразы в чатах, и мне лично пишут по поводу условий дисконтирования и так далее. Но на самом деле уже невозможно вернуть абсолютно время. И я бы с удовольствием вернул, дорогие друзья, потому что у меня была возможность неплохо инвестировать в биткоины, но тогда я был занят совершенно другим и не инвестировал те суммы, которые можно было инвестировать на тот момент. И сейчас глупо кого-то обвинять и спрашивать, могу ли я инвестировать в биткоин на тех условиях, которые они были еще в 2010 году. Конечно, не могу. И время действительно, дорогие друзья, развивается. Все течет, все меняется. В нашем проекте все меняется только в лучшую сторону. И сегодня мы непосредственно, уже заготовленные слайды, и я с удовольствием всем сброшу обновленную презентацию. То есть вот недавно мы обновили, для того, чтобы вы показывали в первую очередь то, что у нас происходит на экотехнопарке. То есть непосредственно строительство и непосредственно то, насколько поменялось развитие проекта буквально с 2014 года и на дворе сегодня, 2016 год. И мы с помощью народного финансирования, с помощью краудинвестинга, я не побоюсь этих слов, потому что это действительно спасательный круг, можно сказать, для развития подобной масштабной и глобальной технологии. И действительно нужно 99% населения Земли, потому что Skyway, как ядро нового технологического уклада, будет так же, как и кремниевые технологии, став основой различной микропроцессорной электроники, так же информационные сети интернет сформирует сеть ближайшего будущего, то есть это не отдаленное будущее, чуть больше отдаленное будущее мы вам покажем так же на данном вебинаре. И, соответственно, сетью Transnet, благами сети Transnet будет пользоваться каждый живущий на планете Земля, так же, как сегодня мы общаемся по мобильным телефонам, так же, как мы, собственно, с вами сейчас фактически ведем общение, и я сижу перед видеокамерой, цифровой видеокамерой, которая передает сигнал фактически мгновенно, я бы сказал, и это очень важно, ввиду того, что наше информационное поле должно развиваться действительно очень быстро. И наш проект не получил бы такое развитие, если бы мы постарались бы начать народное финансирование, к примеру, в 80-х годах, к примеру, в 88-м году. И я всегда привожу такой пример на основе личного опыта, несмотря на то, что я уже поколение компьютеризированной молодежи, так скажем, и многое я познаю именно через планшеты, через мобильные устройства, но тем не менее, дорогие друзья, я не стыжусь этого примера, и более того, на основе этого примера я могу показывать, насколько стремительно развивается технология, насколько стремительно люди привыкают ко всему новому, если это для них понятно, и если для них понятное повышение качества жизни, которое несут эти технологии, то, соответственно, стоит разобраться в этом проекте, как минимум, и изучить этот проект, потому что, собственно, если проект несет благо и повышение качества жизни широким массам людей, то это абсолютно закономерно, что будет достаточно серьезная капитализация. Итак, вот, вернемся к моему примеру. Четыре года назад я имел такой страх перевода денежных единиц электронных внутри онлайн-банка. Я не пользовался онлайн-банками, и у меня был действительно страх совершения этих операций, они уйдут ли куда-то деньги. И на самом деле такой же страх раньше был при пересадке с гужевого транспорта. Соответственно, появился паровой двигатель, потом появился и двигатель внутреннего сгорания. Такой же страх был при использовании не в качестве топлива для керосиновой лампы нефти, и, собственно, далее уже переработка нефти. И во времена Рокфеллера, когда Стандарт-Оэлл только зародился, я могу сказать, что очень много рек, озер были фактически загрязнены, не переработаны нефтью, потому что перерабатывать ее никто не умел. И на самом деле Стандарт-Оэлл получил свое развитие не только из-за того, что они вошли именно широкими шагами в эту нефтяную индустрию современных корпораций, но и то, что они стали применять нефтепровод. И на самом деле, вот, собственно, очень много сейчас, общаясь с европейцами, вчера общался со своим близким другом, который, признаюсь, не в проекте Скайве, потому что человек очень такой корпоративный прямо самурай. И я могу сказать, что та аргументация, которая была доведена, у меня не было задачи как-то сломить человека, именно смотивировать его, инвестировать. Мне было интересно, что он послушает и что он скажет. И на основе этого я понял, что Европа на самом деле и современные мегаполисы, люди не желают покупать уже многолитровые автомобили, не желают V6 двигатели ставить. Это вот именно пережитки менталитета, который также пройдет в Российской Федерации, что и в Америке вот у нас тоже такое сейчас наблюдается. У нас это, у всех жителей планеты Земля, я могу сказать, то, что вот очень мощные автомобили, которыми фактически можно отапливать с помощью вот этой тепловой энергии, которая исходит от двигателя, целые особняки. И на самом деле многие люди на сегодняшний день, дорогие друзья, хотят просто перемещаться комфортно, быстро и независимо это будет автомобиль, независимо от того, будет это какой-то новый транспорт. И они не желают тратить свое время в пробках, они не желают тратить свое время в этих достаточно серьезных и тяжелых по переносу по здоровью для пожилых людей, для инвалидов серьезных пересадок в авиатранспорте, в железнодорожном транспорте. И если сегодня, дорогие друзья, действительно, фактически мгновенно совершаются совершенно многие процессы, и мы видим эпоху развития пятого технологического уклада, насколько мощно и циклично стал развиваться пятый технологический уклад. То есть изначально это было появление первых компьютеров, потом, естественно, это появление интернет, потом уже появились социальные сети, всеобщая именно компьютеризация масс-медиа, и многие сейчас способы, как Перископ и так далее, они заменяют, и у Фейсбук такой сервис есть, они заменяют на самом деле средства массовой информации сегодняшней, современной, но и высшая стадия это мессенджеры. То есть многие из вас, я думаю, те, кто пользуется смартфонами, мессенджерами также пользуются, и все мы абсолютно привыкли, те, кто пользуется смартфонами, именно умными телефонами, так скажем. А что такое умный телефон? Фактически к этой коробочке, которая себестоимость имеет не такую большую, но сегодня миллионы людей готовы переплачивать и следить за модой, покупать новые модели, обновлять модельный ряд, и на самом деле вот к этой коробочке когда-то Джобс присоединил просто, помимо мобильной связи, еще и интернет. Раньше, также вы помните эпоху пейджера, когда нужно было звонить оператору и просить его отправить сообщение. Потом это ушло в небытие, я не привожу такие примеры, как проводной телефон, дисковый телефон, мобильная сотовая связь, и, собственно, вот если говорить про концепцию пейджера, все это буквально не то, что стерло, это закономерный процесс, и просто закономерная замена, уже отправка первого смс-сообщения. И на самом деле люди на сегодняшний день, общаясь с большим количеством иностранцев, в первую очередь, те, кто больше заботятся об окружающей среде, больше таксы и комиссии берут на въезд в центры городов, они просто хотят пользоваться уже транспортом, как мессенджером, то есть они хотят коммуницировать и перемещаться беспрепятственно в любую точку, в которую они захотят. По нашему мнению, как раз-таки, недостающим звеном будущей мировой логистики и в перемещении товаров, грузов, естественно, живых людей, пассажиров, станет как раз-таки Skyway. И ничего на сегодняшний момент более перспективного, и это не только наши слова, это слова многих экспертов, о которых мы поговорим также на этом вебинаре, на сегодняшний день нет. Но струнный транспорт и транспорт уровня на самом деле, дорогие друзья, начался не 10 лет назад, а более 39 лет назад, уже фактически в 1977 году, Анатолий Эдуардович, оптимизируя достаточно серьезное и еще более глобальное транспортное средство, которое называется общепланетарное транспортное средство и в журнале «Техника молодежи» и так далее. Многочисленные статьи присутствовали, и Анатолий Эдуардович тогда также произвел анализ современной ракеты на тот момент. Вы понимаете, что в те годы для СССР собственно, космическая промышленность, она была очень важна, и никто не мог порочить, так скажем. Тем более, как говорили на тот момент инженер-самоучка и так далее, то есть вот таким образом называли на тот момент Анатолий Эдуардович, не понимая всю масштабность концепции общепланетарного транспортного средства и, естественно, пробивая сквозь тернии к звездам. Почему к звездам? Потому что это ближний космос, именно концепцию общепланетарного транспортного средства. То есть суть заключается, вкратце я расскажу, что по экватору более 42 тысяч километров простирается, соответственно, такая конструкция, стаккадная конструкция, за счет раскрутки линейного электродвигателя, раскрутки маховика за счет запитывания линейного электродвигателя происходит накопление энергии, формирование магнитного поля и за счет действия центробежных сил, вот вы видите, уже на картинке специально визуализационно так подобрали, что поднимается уже вся эта конструкция и поднимаясь она расширяется. Расширяется менее чем на полтора процента и, соответственно, на высоте примерно 300-310 километров, то есть это ближний космос, уже замирает и, соответственно, за один рейс эта вся концепция сможет вывести десятки миллионов тонн грузов и это, собственно, в тысячи раз больше, чем может совершить за один полет одна ракета. И если ударяться вот именно в будущее, действительно, то есть это для нас будущее, по всем масштабам, которые говорит Анатолий Эдуардович, можно достичь этого всего при достаточном финансировании, а вся эта конструкция чуть больше триллиона долларов стоит, но что это послужит для всего человечества в целом, собственно, возникнет вынос промышленности в открытый космос, и об этом говорят на сегодняшний день миллиардеры, основатель Amazon.com Джефф Безос об этом говорит, в недавнем интервью он, собственно, вещал и говорил, что через 100 лет возможен вынос промышленности в открытый космос. По нашему мнению, он произойдет раньше. И неспроста мы вам показали эту действительно футуристичную технологию, потому что, как раз таки, оптимизируя эту технологию, Анатолий Эдуардович Юницкий пришел к концепции струнного транспорта, то есть, фактически, уменьшив затраты количества материалов, создав более легкую ажурную эстакаду и создав би-рельсовую систему, то есть, два рельса, Анатолий Эдуардович Юницкий пришел к концепции путевой структуры и также самого струнного транспорта, то есть, это высокодинамичный подвижной состав, который уже, собственно, стал продвигаться далее и получила эта концепция и гранты ООН, ХабитАп, это по развитию и улучшению качества жизни в населенных пунктах, собственно, именно с помощью технологии Skyway, два гранта ООН было получено, также была поддержка фондом космонавтики СССР, фонд Госкино с СССР, дорогие друзья, активисты, те, кто уже давно в проекте, пожалуйста, сбросьте фильм «В небо на колесе», он как раз-таки показывает концепцию общепланетарного транспортного средства. Но, естественно, оптимизировав данную концепцию, понимая, что время на тот момент еще абсолютно не пришло, Анатолий Эдуардович стал продвигать уже концепцию струнного транспорта. Это, дорогие друзья, уже, можно сказать, наши дни, и это необходимо здесь и сейчас. Собственно, и общепланетарное транспортное средство необходимо здесь и сейчас, но струнный транспорт более реален и более логичен по этапам развития технологического прогресса, которые произошли. Потому что, пройдя огонь, воду и медные трубы, на самом деле технология, после общения с крупными уже представителями различных государств, с крупными предпринимателями и с попытками даже на территории Австралии, на которые сейчас мощно разворачиваются просто действительно события, о них мы расскажем уже на расширенном технико-экономическом вебинаре, и претерпев недоброжелательных партнеров, с которыми также вот в недавнем времени произошел суд, и мы его выиграли, об этом также вот вскользь мы расскажем на расширенном технико-экономическом вебинаре. Все пришло к нулевым годам, когда Сергей Анатольевич Собиряков, еще не представляя, что с 2013 года вся международная группа компаний Skyway начнет развиваться по методу народного финансирования, как раз-таки использовал один из принципов сетевого построения корпорации. То есть от человека к человеку он передал информацию, и сидя позади лебедя Александра Ивановича, Сергей Анатольевич убедил, что ему нужно присесть соответственно рядом с лебедем Александром Ивановичем. Буквально за несколько часов Сергей Анатольевич донес концепцию, и не просто концепцию, а расчеты, каким образом менее чем за 5 лет увеличить ВВП Российской Федерации в 2-3 раза. И те, кто не в курсе, посмотрите макроэкономический прогноз, просто в интернете наберите Сибиряков, макроэкономический прогноз до 2030 года, там очень много интересного на самом деле. Это была концепция продажи пищевого льда, продажи воды с помощью высокоскоростных технологий Skyway, транспорта 2-го уровня. И будучи пораженным действительно этой идеей, этой мысли, которую можно воплотить уже сегодня, лебедь Александр Иванович буквально через несколько недель перевел, соответственно, уже первый транш, и началось строительство полигонов озерок. Почему полигона? Потому что это не просто технопарк, это не просто испытание путевой структуры, именно вот второго поколения струнной технологии Анатолия Эдуардовича и Юницкого. Но и данный тестовый участок, несмотря на то, что многие лабораторные испытания действительно прошли, и самое главное, демонстрация путевой структуры прошла, то, что она выдержала многотонный ЗИЛ, уходящий в небо, как мы его называем, и в доказательство Анатолий Эдуардович встал под струнными рельсами. И, соответственно, уже после этого, с 2001 по 2009 год технопарк в городе Озеры существовал, и мирно сосуществовал с окружающей обстановкой, и вообще ситуацией в стране. Но после Госсовета России по инновациям в транспорте, вот неизвестно по каким причинам на самом деле, потому что планировалось даже выделить в районе миллиарда рублей на развитие струнной технологии Анатолия Эдуардовича и Юницкого. Но полигон в Озерах, и сейчас вы понимаете, почему полигон, потому что это именно тестовый участок, который претерпел достаточно такие вот серьезные противостояния, и фактически боевые действия, потому что он был уничтожен и стерт с лица земли буквально за сутки. То есть многочисленные, многотонные конструкции были разрезаны с помощью спецтехники и вывезены в неизвестном направлении. То есть похоже для кого-то на фильм, но это абсолютная реальность. И более того, я думаю и абсолютно уверен, что придет время, когда в кинотеатрах люди будут смотреть фильм «Небесные дороги» и не просто ролик, который сейчас в виде популяризации проекта. Я рекомендую всем сугубо посмотреть фильм «Юницкого небесные дороги». Соответственно, это действительно мощный ролик, который показывает историю развития проекта, но я искренне верю, что появятся энтузиасты, которые пожелают снять и полнометражный фильм уже в плане популяризации технологий, естественно, в первую очередь на Россию, на Российскую Федерацию и, собственно, естественно, на Республику Беларусь, как колыбель шестого технологического уклада и именно зарождение нового поколения струнных технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. Но новое беяние, самое важное для нас с вами, дамы и господа, началось как раз таки в 2013 году, потому что это огромнейшая ценность. И я бы сейчас не вещал, я бы занимался своим бизнесом, я бы занимался, возможно, какими-то интернет-сетевыми проектами параллельно, потому что мне нравится строить сети, мне нравится общаться с людьми таким образом, развивать свой бизнес. И, собственно, Анатолий Эдуардович Юницкий уже буквально понимая, что нужно испытать ту модель, ту методику развития международной корпорации Skyway, которая абсолютно рискованна, но она может стать таким спасательным кругом, как я уже и говорил, и позволит достичь тех серьезных результатов, которые мы на сегодняшний день с вами и достигли. И присоединились, вначале это была вообще группа людей, и был замечательный, и есть, и, собственно, на своей краудинвестинговой площадке сейчас и развивает этот человек, также проект Skyway, это Сергей Семенов, он продал свой автомобиль, и все инвестировал в разработку личного кабинета, то есть, фактически это была одна из главных инвестиций именно в IT-построение инвестпроводящей системы. И буквально на коленке, я помню эти времена, когда невозможно было посмотреть Skype, невозможно было посмотреть, связаться как-то с человеком, и вообще, так скажем, что первую инвестицию свою, чуть больше тысячи долларов, я перевел непонятно кому на карточку просто банковскую, в надежде получить обязательства от международных корпораций Skyway, которые в будущем станут достаточно неплохими и прибыльными активами. И сегодня более 300 тысяч 50 людей по всему миру развивает этот проект, и мы формируем строительство уже городской пассажирской трассы, трассы юнибайков, то есть, это легкий прогулочный транспорт, и также параллельно ведется грузовой транспорт, уже техническая документация разработана, и в 2017 году это, соответственно, уже будет высокоскоростной транспорт. Что касается легкого прогулочного, спортивного, экскурсионного транспорта, это действительно наши мускулистые юрки, такие очень мобильные и масштабные одновременно подвижные составы, и трасса вообще, она идеально будет вписываться в любую инфраструктуру любого города, потому что строить действительно очень быстро, и вообще, если говорить про строительство именно вот инфраструктуры Skyway, то примерно как минимум 1 км в сутки можно будет строить одним отрядом, ну и, собственно, Анатолий Эдуардович видео озвучил действительно серьезные сроки, вот после этого вебинара мы обязательно включим это видео уже со строительства Секотехнопарка, потому что самое интересное и самое важное видео это действительно уже Секотехнопарка, с тестовых участков будущих, и, собственно, демонстрация уже пройдет буквально осенью 2016 года, то есть в этом году, да, в этом году, дамы и господа, дорогие друзья, пройдет демонстрация, и каждый услышит о проекте Skyway, потому что я думаю, что это облетит очень большое количество СМИ и поймет, насколько социально важный проект, он, возможно, упустил на ранней стадии, не стоит обижаться, повторяю, не стоит как-то думать, что в чем-то ущемляет, что дискаунт сегодня, возможности входа чуть-чуть менее выгодные, чем были два года назад, но это развитие проекта, проект развивается, и, соответственно, естественно, ценность обязательств, они возрастают, несмотря на то, что они еще не торгуются на бирже, и, соответственно, каждый поймет, что можно прекратить вот эти миллионы пассажирских жертв в автомобильных катастрофах, в железнодорожных также, естественно, меньше уже цифры, и в авиакатастрофах, можно действительно перемещаться в абсолютном комфорте, и более того, с комфортом первого класса по путевой структуре, которая будет служить фактически вверх, и на это будет даваться фактически гарантия зао-струнные технологии, и это также уже понятно абсолютно, так как у нас есть конструкции, как мосты, вантовые мосты, например, которые также стоят сотни лет, и ничего с ними не происходит. И многие задают вопрос, а каким же образом, если будет конструкция путевой структуры стоять сотню лет, на чем мы будем зарабатывать? На самом деле, логика заключается именно в том, что Skyway, это будет, подвижной состав Skyway, это будет как часть Transnet, как часть единой транспортной, энергетической, коммуникационной, информационной, даже социальной сети. Почему социальной? Потому что, естественно, невозможно отрывать и как-то рассоединять те факты, что будет и экономическое развитие, и социальное развитие. Очень большой скачок совершит в тех регионах, в тех странах, где будет развиваться Transnet. Ну и что говорить, дорогие друзья, уже про инновационность технологий и экологичность. Неспроста в 2015 году более 140 стран подписали конвенцию об изменении климата в Париже. Было это соглашение заключено, и, собственно, много попыток было, но все заканчивалось ничем. В прошлом году это соглашение было подписано. На мой взгляд, абсолютно неспроста, дорогие друзья. И, собственно, самый главный результат, самый главный результат, который мы достигли, это те темпы строительства, которые уже получены, те темпы строительства, которые сейчас развиваются. То есть, вот посмотрите на эти слайды. Август 2015 года, это закладка еще капсулы времени, то есть, закладка первого куба промежуточной опоры будущего интеллектуального струнного ограждения, которое, естественно, уже на экотехнопарке стоит. То есть, в октябре следующее уже фото, вы видите, фактически начал уже подниматься первый этаж. Еще фундаментное основание торчат арматуры из будущего транспортно-логистического комплекса, узла, совмещенное с концевой анкерной опорой. Многие инвесторы посадили деревья. И, собственно, также осенью 2015 года была испытана модель 1 к 10 подвижных составов. И сейчас этим никого не удивишь. На самом деле, на экотехнопарке эти подвижные составы в модели 1 к 10 ездят, радуют действительно взор и взгляд. Кому-то кажется это игрушкой, но покажется ли игрушкой уже испытание один к одному. И, собственно, демонстрация, повторюсь, пройдет осенью 2016 года. И до демонстрации нам предстоит выставка «Инотранс» в Берлине, где, собственно, мы приглашены в качестве гостей. И не то, что гостей, а, я считаю, одних из флагманов технологий будущего, транспортных технологий. И, действительно, цель этой выставки не столько показать действующий подвижной состав один к одному и так далее. А те договоренности, которые будут установлены. И взгляните уже декабрь, январь, февраль, то есть в январе очень серьезно и радостно закончился год, когда фактически отчет, который мы крутили в видеоролике в начале вебинара, был сформирован, и мы видим, насколько на тот момент уже быстро шло строительство и фактически менее, чем за пять месяцев произошло такое развитие событий. Вы видите, уже возводится в феврале действительно в мороз, действительно в суровых условиях, в российских условиях, суровых, в сибирских, можно сказать. То есть, это модель, если смоделировать, это действительно возможно строительство на любом типе рельефа, местности и поверхности. И в апреле это уже у нас был экофестиваль, то есть я вам рэперные точки, именно такие вот майлстоны показываю, и, собственно, вы видите, уже фактически возведен второй этаж анкерной опоры, первая анкерная опора, установлено интеллектуальное струнное ограждение, уже давно стоят 19 промежуточных опор и 19, вот, собственно, вверху, слева, вы видите, она в стальном исполнении, именно как показатель, что из различного материала, не только из железобетона, могут быть промежуточные опоры, в зависимости от тех условий, которые они применяются. И уже началось в мае строительство второй анкерной опоры, и уже параллельно началось строительство трассы легкой прогулочной, то есть, наши с вами всеми ставшие любимые, мускулистые друзья, товарищи, это юнибайки, и, собственно, уже ведется строительство. Если говорить про июнь, вот вы видите, сравните, это конец мая, конец мая вы видите, где-то буквально 30-е числа возведения второй анкерной опоры, насколько быстро ведется строительство, и уже вы видите те промежуточные оборы фундаментные основания юнибайков, и, собственно, вот сегодня, буквально в смысле, мы посвятим сегодняшний вебинар этому, присутствуют делегации из Австралии, и еще в январе 2016 года Родхук, я думаю, что не мог предположить, насколько масштабном проекте он будет принимать участие, и для того, чтобы закрепить вот буквально вкратце технические характеристики, основные технические моменты, о чем нужно знать, понимать, именно инвестируя в проект Skyway, рассказывая о нем, об очень серьезной аэродинамике подвижного состава, по той причине, что он находится даже на втором уровне, только благодаря этому на высоте 5-15 метров и выше над землей коэффициент аэродинамического сопротивления сразу становится более эффективным, и все аэродинамические показатели более чем 2,5 раза, и КПД колеса при перемещении сталь по сталь, об этом говорил Михаил Орлов, соучредитель, один из руководителей Международной Академии 3, с теорией решения изобретательских задач, признал, что действительно КПД колеса 99% и, соответственно, подвижной состав Skyway, рельсовый автомобиль, который перемещается именно в соприкосновении сталь по стали, формирует значительные экономии при использовании как топлива, так энергии и, естественно, материала при строительстве. Если говорить про саму путевую структуру, дорогие друзья, то почему получила название путевая структура именно струна? Это предварительно напряженная, растянутая, закрепленная на концах анкерные опоры конструкция. То есть внутри вы видите проволоки стальные и, собственно, ранее предполагалось, что это будут, возможно, арматурные канаты и так далее. Но сейчас это будет фактически та же сталь, которая будет использовать с самой путевой структуры и снаружи и внутри будет одна и та же сталь. Более того, недавно собственно, сталь была привезена с Финляндии и это очень качественно, с большим запасом прочности стали фактически, ну, если кто-то понимает, 700 мегапаскаль. И далее идет закрепление этих всех стальных проволок, которые в упорядоченном режиме находятся и омоноличивание естественно специальным уже могу сказать и в 2014 году я не мог этого сказать раствором бетона спецмаркой бетона с необходимыми показательными текучестями с необходимой скоростью омоноличивания с различными абсолютно характеристиками, которые удовлетворяют большим пролетом на 2-3 и даже более километров и соответственно путевая структура уже у нас начнет монтироваться буквально летом. И это, дамы и господа, действительно говорит о том, что экотехнопарк не только на картинках развивается, он строится здесь и сейчас и те люди, которые еще в самом начале говорили о том, что проект да, возможно получит развитие, это 2013 год, это 2014 год, это собственно Михаил Делягин, это господин Хайзин, недавнем времени также Владимир Вольфович, Жириновский, вещал на тему Skyway буквально кратко, но по центральному каналу, и многие-многие другие, которые и говорят, и будут еще говорить, и в этом ценность, дамы и господа, что когда об этом только начинают говорить, если вы действительно поняли этот проект, если он стал близок, обеспечьте свое будущее уже здесь сегодня, в настоящем, потому что этой возможности не будет ни у ваших детей, будет несколько другая возможность, скорее всего, это развитие уже общепланетарного транспортного средства, и такой возможности не было у ваших родителей, и соответственно, просто проявив интерес даже к проекту, на сегодняшний день, и это закончится время, так же закончится время, как изменился дискаунт, и ценность обязательства международной корпорации Skyway возросла еще больше, с 8 июня, и собственно смена этапов на сегодняшний день, мы уже на седьмом этапе, может происходить действительно быстро, потому что технических рисков нет, и риски недофинансирования снижаются не просто линейно, а в геометрической прогрессии, я бы сказал, фактически каждый день, потому что есть уже инвесторы, которые инвестируют и по несколько сотен тысяч долларов, если раньше инвестиция была чуть больше 100 тысяч долларов на одного человека, то сейчас это 330 тысяч долларов, есть уже договоренности инвестировать несколько миллионов долларов, и соответственно естественно упаковываются адресные проекты, авансовые платежи, по которым только позволят теоретически закрыть вход в корневую технологию, то есть возможность финансирования, это действительно мощного актива, о котором желает узнать и желает воспользоваться все мировые фонды из ... ... Добрый день, друзья! Как видно, как слышно, как со звуком, отлично. Я немножко сегодня из такой походной нашей передвижной студии, то есть не из своей стационарной, поэтому прошу меня несколько извинить за такой вид, потому что очень жарко здесь, там где я сейчас нахожусь, поэтому так, хоть и на природе я сейчас нахожусь, но несколько все-таки пока еще к жаре не адаптировались. Алексей очень интересно, очень правильно вам сейчас довел установку задачи, именно водную часть, и я могу сказать это особенно для тех, кто задает вопросы, почему вы как каждую неделю, как попугаи, говорите одно и то же. Здесь я могу сказать, что мы поставили цель и задачу именно отработать водную часть для того, чтобы она была краткая, для того, чтобы она была обоснованная, для того, чтобы она была убедительная. И мы не зря вот три месяца с Алексеем каждую неделю проводили вот эти вводные вебинары. Почему я говорю проводили? Потому что сейчас мы несколько формат такой уже меняем, несмотря на то, что новички приходят и делают, мы за июнь-июль уже будем готовить это в виде такого специализированного уже фильма, как научно-популярного, именно когда человек просто прослушав 40 минут, час, ну там порядка 50 минут информацию, получает всю информацию о Скайвее, она будет в трехмерном пространстве, она будет с изображением роликов, на заднем плане будут идти репортажи, все это будет объединено в один очень емкий такой механизм. И мы, друзья, как раз очень отрабатывали этот механизм, и это очень важная такая нужная работа, которая, и мы каждый раз что-то меняя, что-то доводя, сделали вот эту вводную часть очень емкой. И задача, то есть мы уже по статистике смотрим, что практически 100% новичков, которые приходят, они получают необходимую информацию, переходят на расширенный уже вебинар, который идет как комментарий, как пояснение тех событий, которые происходят, мы обычно для этого используем время уже такого расширенного технико-экономического вебинара. И многие потом становятся уже нашими партнерами, нашими инвесторами, те, кто входит в проект, и те, кто двигаются с нами потом дальше. И действительно сейчас, я на прошлом вебинаре говорил, на вечерний, я, к сожалению, по техническим причинам на прошлой неделе не смог включиться, просто мобильный интернет не позволил то сделать. Вот. Но на дневном, друзья, я говорил, кто помнит, кто присутствовал, что у меня сейчас был несколько такой заочный спор с умниками, как я их называю, которые задают одну фразу, что я за вами слежу три года, и у вас ничего не меняется. После этого, друзья, даже не хочется ни разговаривать, ни... Нет, потому что мы сейчас комментируем то, что даже произошло за последние три-четыре месяца, а сегодня у нас очень хороший повод для этого будет. Сегодня присутствует очень серьезная делегация с Австралией у нас в Минске на экотехнопарке. Поэтому по той реакции, по той содержательной и по той делегации, которая есть, она, конечно, показывает очень-очень значимую и то, что сделано, и какие изменения произошли, и какой интерес сегодня развивается сегодня проект. Поэтому реагируем абсолютно спокойно. Это, друзья, всегда будут неадекватные люди, это даже по нашим чатам есть, встречаются просто реально больные и неадекватные люди. Есть враги, то есть мне сбрасывают сейчас ряд роликов, которые просто льют грязь на проект, на Юницкого, на меня, на команду, уже и Алексей Суходоев стал попадать под эту раздачу, тоже, так сказать, как брак технологического процесса. Это, друзья, все нормально, к этому относимся. И сейчас вот я, как резюме этого вопроса, ну, вот этой подготовительной работы и вводного вебинара, где мы даем общие понятия о проекте, куда вы подсоединились, о том, что мы хотим донести, чтобы новички понимали о тех экономических процессах, о технологических циклах, о технологических этапах. Вот, мы все это рассказывали, делали, показывали, и я думаю, что это довольно-таки было убедительно, потому что сейчас я смотрю уже, многие ведут презентации и спикеров, и тех, кто активистов наших, уже все свободно оперируют понятиями шестой и вообще технологические уклады, показывают их классификацию, показывают роль проекта Skyway сегодня в развитии и мировой экономики, и нашей российской экономики, и вообще всего процесса. Это тоже показывает о том, что наша работа сегодня приносит результаты, и то, что сегодня информационное сообщество воспринимает уже и не только шестой, но уже седьмой технологический уклад, о том, что сегодня ведущие бизнес-лидеры и крупнейшие корпорации уже заговорили и о электросамолетах, и о космическом выводе в космос производства, и о транспортировке еще у льда. Это все как раз части нашей программы. Это говорит о том, что все входит в свое русло, все воспринимается, и мы двигаемся в правильном направлении. Лично у меня, тоже уже анонсировали, делали я сейчас это скажу, потом еще на второй части вебинара, что тоже будет некий такой экзамен в эту субботу, потому что я, ну не первый раз, у меня встреч было много, вот, но будет презентация 50 инвесторам, которые работают в различных направлениях, и моя задача будет за 15 минут сделать очень емкую, краткую, убедительную информацию для того, чтобы дальше система форума, в котором я буду участвовать, построена таким образом, что инвесторы потом собираются и из 10 проектов, которые презентованы, потом выбирают, и дальше проводятся уже крупные столы и непосредственно расширенные конференции по тому проекту, который наиболее интересен. Поэтому для меня будет очень интересно, очень важно, как довести информацию, как инвесторы на это отреагируют, и как потом мы проведем эти круглые слова. Естественно, что, друзья, мы это все сделаем в прямом эфире, обязательно будем все это показывать в Твиттере, вот, поэтому у вас в субботу будет возможность оценить нашу с Алексеем тренированность, то есть, когда за 15 минут надо будет очень емко, кратко, содержательно дать информацию в общем о инвесторах, в общем о проекте для инвесторов, которые изначально заявляются, что они готовы инвестировать от 100 тысяч долларов. И второй вопрос, это потом посмотреть результат, то есть вторая часть, сколько человек потом придет, и это самое, и я почему об этом не скрываю, говорю, потому что у меня есть определенные обязательства перед людьми, которые проводят эту конференцию, и здесь как раз, друзья, у вас будет возможность в прямом эфире увидеть, скажем так, нашу общую либо победу, либо о чем не хочется, конечно, думать, либо поражение. Поэтому это будет интересно, во всяком случае для меня это первый раз формат, когда в прямом эфире мне надо будет сделать презентацию для 50 очень авторитетных, очень серьезных бизнесменов, которые реально рассматривают проект как инвестиционную возможность, и соответственно в прямом эфире увидеть результат. Поэтому, друзья, я вас приглашаю в субботу, это будет в 10, а мой доклад будет в 11 часов по европейскому времени, значит, соответственно, это будет где-то 12 или час по Москве. Мы все объявления дадим в чатах, поэтому давайте вместе посмотрим и оценим результат. Так что это как раз будет итог вот этой трехмесячной работы, когда мы действительно доводили информацию для новичков, и сейчас доводим, когда наша задача с Алексеем показать... Ну, Алексей, к сожалению, не будет рядом со мной, мне придется в одиночку все это делать, но я попробую как-нибудь справиться. Вот. И сейчас, друзья, конечно, основное, что сегодня производит впечатление, то, что сегодня показывают, и на чем мы сегодня делаем упор при презентациях, это на том, что сегодня уже сделано, то, что сегодня уже продемонстрировано, и что будет в ближайшее будущем, а потом уже задними шагами показываем, что было 10 лет назад, 15 лет назад, 20, 30, 40 лет назад, откуда вообще вся эта концепция родилась, и как все это укладывается в общую экономическую систему развития технологических циклов, технологических укладов, и почему сегодня технология Skyway является лидером мирового технологического прогресса, и почему сегодня инвестировать в такие проекты крайне выгодно, именно на ситуации, когда проект выходит из эмбрионной стадии развития, то есть каким он являлся практически 40 лет, когда он развивался внутри, в своем экспертном сообществе, внутри команды, в тех, кто соприкасался с этим проектом, а сегодня он выходит в массовое бизнес применение, то есть когда подсоединяются партнеры, когда подсоединяются крупные фонды, когда появляются заказчики, когда начинаются делаться уже серьезнейшие проекты, это уже выход технологии в явную инвестиционную фазу, и сегодня просто тот, кто первый видит и тот, кто первый включается в эту работу, он соответственно имеет больше дивиденды, это, друзья, законы рынка. И Алексей абсолютно правильно сегодня привел пример о том, что тот, кто вложился 30 лет назад в Apple и сегодня имеет рост акций в 3600 раз, это, друзья, повторить уже невозможно. Тот, кто сегодня вкладывается в Apple, он имеет максимум 40% годовых на свои инвестиции, и все, и ни о каких приумножениях, ростах быть не может. Вот 40% на инвестиции, это тоже очень хороший показатель, ни одна сегодня корпорация в мире не дает таких дивидендов, это самый высокий сегодня у Apple, потом второй идет после Google, это и как самые дорогие бренды, то, что выросло на базе пятого технологического именно информационного уклада, то есть времен информационной революции, которая прошла на наших глазах за последние 25 лет. И, соответственно, мы видели те премии, которые получали люди, которые входили в Apple, Microsoft, на начальном стадии в Facebook, Dell, ну, в общем, это те вот гиганты вот этой IT-индустрии, как она сегодня приняла, то есть то, что выращено в Кремниевой долине, это вот сегодня прожимает результаты. Естественно, что мы сейчас общаемся и очень интересно с нами ведут переговоры те, кто оценивает и смотрят, а то ли направление, а то ли технология, тот ли уклад, о котором мы говорим, это то, что сегодня приходит на смену, то, что будет следующим взрывным ростом. И мы однозначно отвечаем, да, друзья, это мы, да, это технология Skyway, да, никакой альтернативы сегодня ей, ни Hyperloop, ни автомобиль Tesla, то, что делает Илон Маск, ни еще технологии, которые сегодня на магнитной левитации, там, или еще, они все даже близко не подходят сегодня под конкурентной способности к технологии струнных именно инженера Юницкого, то, что сегодня выводится на рынок под брендом Skyway. И мы сегодня четко осознаем и понимаем те этапы развития, и сегодня уже корпорация, группа компаний, Skyway президентом, который является также инженер Юницкий, именно как автор-разработчик и тот, кто сегодня внедряет и показывает эти технологии, то однозначно можно сказать, что рост серьезнейших компаний, корпораций, направлений, он сегодня будет связан со струнными технологиями, с разработкой новых месторождений, с использованием струнных технологий, созданием новой сети Transnet, которая даст новые направления, это создание новых видов коммуникации, которые сегодня объединят, и это следующая сеть, которая совместит в себе информационные и энергетические потоки, и социальные, как сказал Алексей, и самое главное, это еще и транспортный коммуникатор, и фактически сегодня будет определяться ценность месторождения, ценность земли, которая находится, ценность ландшафтов, которая, это включение в общую сеть Transnet, и следующий этап уже технологического цикла, который будет уже определяться о том, что шестой технологический уклад сформировался, это то, что идет за информационной революцией, за тем, что сетью Transnet, точнее за интернетом будет Transnet, когда будет построена общая сеть, и она замкнется уже в единую сеть, потому что как только сеть замкнется, это значит мгновенная передача световой информации из любой точки Земли в любую точку Земли, соответственно, световая передача, это намного более эффективно, чем сегодня электромагнитная волна, которая идет через спутниковые ретрансляторы, соответственно, это новый этап и передачи информации, и управления, и построения сегодня корпораций, и тот принцип, который сегодня мы начали реализовывать, это сетевой принцип построения корпораций, это, конечно, друзья, абсолютно новая, уникальная вещь, никто никогда еще не делал сотни тысяч, а сегодня 370, уже далеко за 380 тысяч общего количества зарегистрированных участников проекта сегодня есть, а активных инвесторов уже перешагнуло за 70 тысяч, и мы очень большими темпами приближаемся к 100 тысяч инвесторов, и это, друзья, это 100 тысяч партнеров, которые на рисковом венчурном этапе стали партнерами, инвестировали, получили свои венчурные премии, и дальше, друзья, помимо того, что мы сейчас делаем, тут очень много задает вопросов, что по нашим очень серьезным ожиданиям, по нашим прогнозам, мы до конца этого года, реально, наверное, октябрь-ноябрь планируем закрыть краудинвестинг, то есть закрыть вход в корневую технологию с помощью вот таких больших венчурных премий привлечения небольших инвестиций, потому что дальше будет уже инвестирование осуществлено за счет институциональных крупных инвесторов и крупных заказчиков, которые будут играть в этом рынке, но это не значит, что наша работа с вами будет сворачиваться о том, что наша краудинвестинг, инвестпроводящая система будет не востребована, наоборот, друзья, сегодня мы четко осознаем, и к нам подсоединяются уже очень серьезные финансисты, очень серьезные уже такие теоретики с точки зрения построения инвестиционных систем, инвестиционных проектов, то есть один из них это Виктор Тарасов, он сейчас начинает вести такие публичные вебинары, очень рекомендую его смотреть, потому что это действительно высокий аналитик, действительно высокий профессионал в области финансов, он сегодня является консультантом очень серьезных бизнес-структур, в том числе Сбербанка, Морильского никеля, еще ряд структурно-существующих, насколько я осведомлен, и мы как раз будем сегодня уже разрабатывать концепцию инвестпроводящей системы, которая дальше будет финансировать адресные проекты, которая дальше будет финансировать группу технологий SkyTech, которую разрабатывает сегодня инженерная школа, которую возглавляет Антон Дович Юницкий, и здесь у нас еще будет целое такое большое направление, куда мы дальше будем двигаться и куда дальше будет тот инвестиционный ресурс, а здесь я могу сказать, друзья, что мы с вами будем обладать колоссальным, просто посмотрите на все свои пакеты акций, умножьте на нас 100 тысяч человек, и вы представляете, какой мы будем инвестиционный фонд, мы реально будем один из крупнейших в мире инвестиционных фондов, поэтому помимо того, что, друзья, капитализируются и наши с вами личные активы, кроме того, что капитализируется интеллектуальная собственность инженера Юницкого, соответственно, друзья, это еще будет структурировано в мощнейший инвестиционный фонд, где мы с вами будем, естественно, первыми пайщиками, где мы будем, естественно, первыми вкладчиками, и я могу сказать, что этот фонд, управляя этими активами нашими с вами, я с большим удовольствием отдам свои, а у меня очень немаленький пакет сегодня, сегодня пакет именно обязательств акций, и этот фонд будет размещать в адресных проектов с применением струнных технологий, он будет расстроить сети Транснет на различных континентах, и он будет приумножать те активы, те пакеты, которые мы с вами сегодня создали за счет венчурных премий, и из небольших инвестиций они сначала превратятся, и это произойдет следующее изменение вместе с технологией Транснет, те же инвестиционные пакеты, которые мы с вами будем обладать, а дальше мы с вами, друзья, будем уже строить инвестиционную систему, которая будет строить, продвигать Транснет по всему миру, и это будет следующий этап. Поэтому, друзья, это тут тот вопрос будущего, который сегодня натрагивает, и я специально его сказал на этой бодной части вебинара, сейчас у нас традиционная пауза, кого информация о Транснет и о Скайвее не заинтересовала, и вы получили исчерпывающую информацию, я с теми прощаюсь, но думаю, что, друзья, с большинством мы с вами по традиции через 3-5 минут после нашей традиционной паузы продолжим нашу работу уже на расширенном технико-экономическом вебинаре, где мы показываем последние события, которые происходят в сфере и в мире Скайвея, и, соответственно, с вами анализируем и движемся дальше, как есть. Поэтому, друзья, небольшой перерыв, а те, с кем мы сегодня уже не увидимся и для кого Скайвей сегодня не заинтересовал, вам всего доброго, и мы все равно с вами встретимся уже непосредственно в Юнибусах, когда будем перемещаться. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Скайвей, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Уже осенью ожидается пуск, в первую очередь, экотехнопарка Скайвей, поэтому на стройплощадке, несмотря на непогоду, свалившуюся на наши головы в Юбре, не прекращаются строительные работы ни днем, ни ночью, ни в выходные дни. Причем проходят они под непосредственным руководством отца-основателя прорывных транспортных технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. Сегодня 11 июня, суббота, мы находимся в экотехнопарке. Работа идет полным ходом, хотя выходной день. Прошел дождь, холодно, ветер дует, даже с градом где-то, а работа идет полным ходом. Строится вторая анкранная опора, идет заливка уже тела опоры, фундамент залит, мы уже поднимаемся вверх, скоро выйдем уже на поверхность земли. Отрыты котлованы под фундаменты промежуточных опор легкой транспортной системы, где будут ходить легкие юнибусы и городские юнибайки, в первую очередь юнибайки. И сейчас идет подготовка уже под фундаменты, заливается бетон вот под эти опоры. Мы сегодня планируем залить 7 миксеров под фундамент анкранной опоры и один миксер вот под подготовку фундаментов под легкую опору. Мы стоим сейчас во второй анкранной опоры, она у меня за спиной, городской трассы, которая потом будет продолжением высокоскоростной трассы, она пройдет туда на 15 километров. Вторая анкранная опора, это видно визуально, отличается от первой, потому что на первой опоре будет еще музей Skyway и две станции, станции городского Skyway и высокоскоростного. Вот эта опора, которая у меня за спиной, которая сейчас строится, она будет транзитная, через нее транспорт будет приезжать, но там будет возможность еще и остановки. И поскольку она выполняет функции только опоры, поэтому она более компактная и более дешевая, чем первая анкранная опора. При этом мы здесь тоже применяем свои инновации ноу-хау. В частности, здесь тоже частично вместо бетона будет грунт. Вот если посмотреть на арматуру, то видно, что в центральной части будет пустота потом. И в этой пустоте мы разместим грунт около 300 кубических метров, весом более 400 тонн. И этот грунт пригрузит опору, поэтому мы удешевим и меньше бетона потребуется для строительства. Ну, примерно 200-300 кубов стоимостью, ну, более 100 тысяч долларов. То есть мы экономим за счет грунта. При этом мы опять сделаем вертикальное зеленение. В теле опоры будут зеленые. Ну, у меня за спиной эскаватор роет котлован под очередную опору промежуточную легкой трассы, по которой будут ездить наши легкие юнибусы до 120 км в час. Это городская трасса для юнибайков. Но мы решили все-таки построить два в одном. И хотя юнибайки будут иметь вес до 800 кг, это трехместный юнибайк, то мы спроектировали трассу и сейчас ее строим, чтобы мог проезжать более тяжелый подвижной состав до 3,5-4 тонн. То есть фактически по этой трассе может проехать и полноценный городской юнибус. Поэтому опоры этой трассы будут несколько более мощные, чем могли бы быть. И фундаменты более мощные, потому что мы хотим отработать на этой трассе не только юнибайки, но еще и городской подвижной состав. За моей спиной котлован для первой анкерной опоры для легкой городской трассы, где с одной стороны пройдет трасса на высоте небольшой, несколько метров, с пролетами 40 метров. А с другой стороны эта же трасса вернется уже на большой высоте двумя пролетами. Первый пролет будет 200 метров, потом 400 метров, потом 200 метров. И здесь будет анкерная опора концевая с этой стороны и другая в 800 метрах с другой стороны. Как видно, здесь котлован другой, потому что другая трасса и другая конструкция анкерной опоры. И хотя здесь расчетные усилия тоже немаленькие, порядка 250 тонн. Константарные усилия, сигаретный все раз в 100 лет. Когда будет сильный мороз, то вот такое усилие будет на эту анкерную опору. Но есть другая конструкция, здесь нет станции, нет вокзала, поэтому анкерная опора будет компактной, фундамент тоже будет компактной. А тело опоры будет не из железобетона, а стальная конструкция. И мы здесь покажем, что анкерную опору можно смонтировать за дни сутки. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей.